В общем, я не знаю зачем, но я решила все-таки возродить мою старую рубрику Rain World About, или же Тайна Rain World, называйте как хотите, и сразу извиняюсь за мой плохой голос, потому что я болею. И сразу хочу исправить мои старые ошибки в моих первых выпусках Rain World About. Ну и самая первая ошибка в том, что я назвала survival'а выжившего путешественника, просто я тогда не знала английский на таком уровне, в котором сейчас. Именно за эту сложность я хочется поиграть больше всего, потому что там более обширное разнообразие локаций, и все в этом духе. В этом куске я сказала, что у выжившего больше локаций и больше этих врагов, но на самом деле нет, локации везде одинаковые, везде они одни, то бишь карта всегда везде одна, а здесь нет рандома по карте. И только из-за сложности изменяется только количество врагов, то бишь там за много нету ящерки, не знаю, как ее назвать, а в до сервавиле она уже появляется. Такая же ситуация с многими другими мобами по типу красной скарлопендры, например, она появляется только за охотника и очень редко у выжившего. Также хочу сказать за концовки, которые я показывала в выпусках про монаха и про выжившего. Эти концовки являются модом на концовки из версии 1.17, которая еще не вышла даже. Это, можно сказать, такой фан-мейт концовок. Ну а теперь, наконец-то, к самому видео. Итак, в сегодняшнем выпуске поговорим про охотника. А именно про мою теорию об его предыстории и, естественно, фановая концовка. Так как у нас нет официального видео или предыстории, истории начала путешествия охотника в мире дождливого мира, я сделаю маленькие небольшие зарисовки. Первое, что мы видим, это, естественно, созникотовое дерево, на котором живут созникоты. Логично. Дальше показано гнездо созникотов, и все счастливые, короче, ухаживают за друг другом. И только один наш охотник такой злой, хумурый пацанчик. Дальше показано то, как наши следние китики охотятся на мышей и на всякое такое. Но только наш охотник на переднем плане смотрит просто так вот, типа, скучно. В итоге он решается уйти в поиске чего-нибудь нового. В общем, начался дождь, и нас, и наш охотник побежал искать убежище. Естественно, он тут научился держать копьё на спине. В общем, он упал в какую-то воду, а дальше пошёл сюжет как за охотником, и он, короче, очнулся в мире, который его не знает. Ну, а дальше он попробовал какое-то из существ, ему понравилось мясо, и, короче, он теперь стал мясником. Ну, а теперь фанмейд-консолочка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok